Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 сентября. Я вот только что показывала, что я готовлю осеннюю подготовку почвы, веду к весне, к следующему году. И сейчас я хочу показать вам один интересный сюжет о монгольском карлике. Вот это такой маленький последний штрих для того, чтобы общая картина об этом сорте у вас сложилась, как пазл. Я уже говорила, что почти все сорта у меня убраны, не только ранние, но и средние, и поздние почти все. И так как монгольский карлик у нас ранний сорт, я убрала, но собрала все последние плоды еще месяц назад. Остались там маленькие пупырышки, пуговки эти зеленые, которые мне сроду не нужны. Я их бросила и больше к ним не подходила. Где-то я уже даже ботву убрала, а вот за теплицей у меня есть один там укромный уголок, которым я бываю очень-очень редко. Я там ботву выдирать не стала, а сейчас пошла посмотреть, думаю, убирать много там этих, ну, помидорные-то вот это вот, что засыхает, палки-то вот эти. Собрать хворост. И когда я зашла и увидела, что там творится, я вообще очень удивилась. Хочу вот вам тоже показать, это еще один такой фактор, еще один плюсик в пользу этого сорта монгольский карлик. Сейчас покажу. Я уже говорила не раз, кто смотрит меня, постоянно знает, что у меня очень маленький участок, крошечный, от 6 до 7 соток, где-то так примерно. И что вот эти все около теплиц, мы вынуждены оставлять вот эти технические проходы от забора до теплицы, метр-полтора метра, для того, чтобы снег свободно спускался и чтобы теплицы не обваливались. И вот в этом техническом проходе на заваленке у меня посажена свекла и морковь, так как каждый сантиметр земли я использую, стараясь ничего не оставлять в пустую. А тут вот этот проходик я затянула черным агро-волоткном тканью, чтобы сорняки хотя бы сюда не ходить и не отвлекаться, не полоть. Но так как тут осталось вот прям 20-30 сантиметров между забором и морковкой и свеклой, я думаю, посажу-ка я сюда монгольских карликов. Я сюда ни разу вас даже не заводила летом, ничего здесь особенного не было, но растет морковка, свекла и 5 монгольских карликов. Еще месяц назад я уже всех последних карликов оборвала, которые были пригодны, но для заготовки семян, там для еды, все бросила, остались только пупырышки. И сейчас, когда я зашла, чтобы окончательно весь ссор убрать, что я увидела? Я была в шоке. Эти пупырышки, которые были здесь, оставались, вот видите, вот лежит красная, вот эта дорожка красная из монгольских карликов, все эти пупырышки, они без... Ну, естественно, что я здесь уже не поливала, я и так-то сюда не поливала, сюда заход проблематичен, видите, что там все, забиты проходы. Там вишня, это соседский забор, вот это забор, это уже другие люди тут живут, тут тоже вишня, и тут вот крошечный-крошечный вот этот вот проходик сюда, где я протискиваюсь и захожу сюда. И вот эти монгольские карлики, все эти пупырышки, они самостоятельно, без моего участия, без всякого ухода, они до сформировались, они все вызрели. И что самое интересное, они ведь все целые, они не гнилые, они никакие, конечно, кусты уже давно умерли, засохли, а карлики, отвалившись, так и лежат. Единственное, что здесь, видите, вот съел слизень, но это уже не вина карликов, это потому что здесь слизни, а остальные томаты, они вот вызрели и валяются. И томаты-то я бросила их же в таком состоянии, что они были, сейчас скажу какие, ну прям пуговицы меньше вот этих. Они все доросли, и от того, что они, вероятно, давно поспели, они, видите, уже все отсохли, отвалились от куста, и все такие лежат, ждут, придет хозяйка за ними или нет. Я про них и забыла, что я здесь не вырвала эти кустики, и вот за счет того, что я эти кустики не вырвала, теперь я знаю, что они сверх такие неприхотливые, и все до конца они дозрели. Ой, сейчас дальше пройдем, тут я уже вчера прошла, раздавила. Все они, ну ясно, что здесь было без полива, безо всего, но то, что я увидела, вот что карлики без моего участия, без ухода выросли, и дали вот такие последние замечательные плоды, и что они так долго лежат, это, конечно, плюс этому сорту, вот этот незначительный сюжет, который меня, я сама зашла, удивилась, конечно, я их тоже соберу, потому что они показали вот очень хороший результат карлику монгольскому, 5 плюс за выносливость и неприхотливость. Еще бы ему уметь защищаться от слизней, вообще бы был золотой томат, ну, со слизнями вот сегодня хожу вручную, собираю прям в стаканчик, не знаю, как уже бороться, сыпать не охота химикаты. Все, до свидания. Это наши монгольские карлики.